Износостойкие стали Первым фактором для качества износостойкой стали является пластичность материала, которая позволяет использовать сталь в производстве кузовов-самосвалов, гусеничных траков, ковшей экскаваторов, рельсов, ножей и пресс для дробящих механизмов. Так как нас больше интересует применение стали Hardex в дробильном оборудовании, то самым важным качеством стали будет являться стойкость к абразивному износу и хрупкость стали. Абразивный износ – это износ, обусловленный царапающими и режущими твердыми и мягкими, а также вязкими частицами в зоне контакта. Сталь Hardex исключительно стойкая к абразивному износу. Обладая номинальной твердостью от 40 до 60 единиц по шкале Рокула и типовой твердостью от 400 до 700 единиц по бренелю, в зависимости от марки, Hardex является самой твердой сталью в мире. Поговорим о твердости стали Hardex. Твердость – это свойство, которое лежит в основе превосходной износостойкости стали. Твердость – это способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. Именно благодаря твердости износ сводится к минимуму, в силу того, что краям абразивных материалов сложнее врезаться в поверхность стали. Твердость стали Hardex не ограничивается поверхностью, а распространяется на всю толщину материала. Линейка стали Hardex охватывает широкий диапазон сортов и типоразмеров практически для любой сферы промышленного применения. Правильно подобранная для выполнения определенной задачи сталь Hardex абсолютно не боится таких агрессивных материалов, как камни, песок, уголь, минералы, металлолом, железная руда и т.д. Самое главное, что непревзойденная износостойкость имеет и коммерческую ценность, благодаря которой данная сталь применяется в технологически сложном, дробящем и режущем промышленном оборудовании. Для переработки различных материалов и видов твердых отходов, например, для переработки металлического лома и изношенных автомобильных шин. Согласитесь, абсолютно два разных по своим свойствам материала – металл и резина. Металл – это массив стали, резина – это вязкое тянущееся вещество, состоящее из колчука. В случае с шинами присутствуют также металлический корт, текстильный корт и химические добавки, которые входят в состав колчука. Но и то, и другое измельчается, сжимается и перерабатывается при помощи оборудования, состоящего из износостойкой шведской стали Hardex. Насколько важен расход рабочих режущих элементов в шредере, который перерабатывает автомобили, брубит руду или другие минералы? Насколько важно, чтобы помимо режущих ножей и фрез у такого оборудования была крепкая станина и износостойкий корпус. Совместно со всеми бункерами туда сотнями тонн всыпаются различные абразивные материалы. И каждый из них, как наждачная бумага, стачивает и врезается в листы используемого металла. Это вынуждает применять износостойкие стали Hardex в таком оборудовании повсеместно. Именно применение в данных элементах такой стали значительно увеличивает эксплуатационный период оборудования. Ковши экскаваторов, ножей и фрез для шредера, делая работу на таком оборудовании значительно выгоднее с точки зрения прибыльности. Рассмотрим, как ведет себя стая Hardex при переработке автомобильных потрышек. Абсолютно нейтральный металлоломовый материал, за исключением, как я сказал ранее, присутствия в составе резины, металлического и текстильного корда. Но несмотря на мягкость данного сырья, ни один из аналогов стали Hardex не способен измельчать шины без замены столь долгое время. Говоря простым языком, металлолом легче переработать, чем резина. Несмотря на возникшие у вас сейчас возражения, но резина более привередливая в сравнении с металловым материалом. Боится высоких температур, пожароопасно, а износ режущих деталей при переработке резины гораздо выше, чем при переработке металла. Применение стали Hardex значительно увеличивает срок службы ножей и прочих деталей в оборудовании по переработке шин за счет своих износостойких свойств. При применении аналогичной стали в качестве фрез для дробления, мы имели срок службы фрез от 1 до 6 месяцев. Что происходит с ножами из таких стали, вы можете сейчас пронаблюдать. Основные моменты это хрупкость стали и быстрое истирание в процессе работы. Ножи из стали Hardex служат от 1 года до 3 лет. Сейчас вы увидите новые, только что вырезанные фрезы и рядом те, которые отработали в шредере в течение 3 лет. Как видите, твердость стали, устойчивость к истиранию позволяет проработать шредеру без замены ножей и поломок столь долгий срок. Значительно сократить время простоя оборудования. Как минимум простые ножи вы за эти 3 года поменяли бы уже 12 раз. И это без учета простоев из залопнувших фрез, когда ножи из стали Hardex отработали 3 года без замены и могли бы еще проработать. Но мы решили их заменить, чтобы поднять производительность оборудования. Так как вместе с износом ножей падает и производительность. А 3 года это пик, когда ножи уже нужно сменить на новые. Теперь вам стало наглядно понятно, почему все мировые промышленные бренды применяют сталь Hardex. Используя данную сталь, значительно возрастает стоимость оборудования. Но осилив покупку такого оборудования 1 раз, в процессе эксплуатации оно себя очень быстро оправдает. Более того, компания САП, производитель стали Hardex, присутствует во всех крупных городах России. Они имеют чертежи всех деталей, которые изготавливаются из стали Hardex. Именно поэтому, в каком бы регионе России вы не находились, вы всегда с легкостью можете заказать расходные детали и элементы от вашего оборудования стали Hardex. Спасибо за просмотр данного видео. Если оно было для вас полезным и информативным, то рекомендуем вам поставить лайк под видео и подписаться на наш канал. С нами будет интересно.